Всем привет! Продолжаем смотреть картины. Вот как описывает картину Рафаэля Санти «Дама с единорогом», то что я нашел в интернете. Работая над полотном, как и над другими женскими портретами, созданных в то время Рафаэль, находился под влиянием недавно написанной Джоконды Леонардо да Винчи. Портрет дама с единорогом были написаны художник в период его пребывания во Флоренце. Созданный им образ молодой прекрасной женщины полон очарования и чистоты юности. Женщина изображена сидящей в лоджии на фоне озерного пейзажа. Она одета, как благородная дама, в платье с низким вырезом и широкими рукавами. На шее у нее надета золотая цепь под веской из рубина и изумруда с грушевидной жемчужиной. На голове небольшая диадема, почти скрытая волосами. Однако, что странно, на ее пальцах нет колец, включая обручальных. Это необычно, так как женские портреты того времени создавались, как правило, по случаю свадьбы. В руках дама держит небольшого единорога, символ целомудрия. Согласно средневековым легендам, приручить его могла только девственница. Две главные черты этого портрета – грациозное изящество, которому трудно противостоять. И загадочный характер этой таинственной дамы, которая все так же продолжает избегать познания. Надо сказать, что у этой картины сложная судьба. В прошлом она была сильно повреждена. Реставрация картины позволила вернуть шедевру его первоначальный облик. Лишь в 20-м столетии реставраторы избавились живопись от позднейших дописок и привели ее в первоначальный вид. В 1930-е годы были обнаружены позднейшие записи, открывшие сложный процесс искажения, созданные Рафаилем первоначального образа. Вот такое описание нашел в интернете о картине Рафаэля Санти «Дама с единорогом». Все, всем пока, до свидания. Рафаэля Санти «Дама с единорогом»